В конкурсе приняли участие свыше 100 учащихся педагогов города Перми, Губахи и города Березники. В 12 номинациях. Второй год подряд фестиваль «Скилл. Ми» проходит на площадке 9-й гимназии. Цель фестиваля – сформировать у школьников начальных классов представление и интерес к профессиям, которые актуальны в наши дни. Партнерами и спонсорами мероприятия выступили крупные градообразующие предприятия «Березников». Участникам фестиваля предстояло выполнить различные творческие задания в самых разнообразных номинациях. Например, Лена Морозова заняла первое место в номинации «Династия сторис», а помогала ей в этом ее мама. В краевом конкурсе «Скилл. Ми» мы принимали участие в первый раз, сразу в двух номинациях. Первая номинация была «Династия сторис». Мы представляли свою педагогическую династию. Мы являемся представителями династии педагога в трех поколениях и в разных направлениях. Вторая номинация у нас была – это лэпбук профессии. Профессия у нас, мы отражали профессии тех людей, которые представлены тоже в нашей семье. И лэпбук у нас был сделан на английском языке. Я раньше хотела стать учителем рисования и, наверное, буду, потому что мне это нравится. На следующий год я бы снова хотела принять участие в этом конкурсе. Но не только дети получали подарки за призовые места. На фестивале свои силы и умения могли проверить и педагоги. Участие было несложным, наоборот, интересным. Ты пробуешь что-то новое, новые силы в себе открываешь. Для педагога этот конкурс представляет возможность поделиться своими профессиональными навыками, показать, на что ты способен, посмотреть, на что способны другие. Может найти новые интересные приемы, способы, которые можно использовать в дальнейшем в работе. В краевом фестивале «Скиллми» было более десятка номинаций. Здесь и фотоконкурсы, и конкурс стихов, сказки, статьи, заметки, инфографики и многое другое. Их название и условия выполнения заданий придумывали сами учителя. Немного изменились номинации конкурса, и появились достаточно сложные номинации, такие как мультфильм, лэпбуки, техногаджеты, лего-конструкции. И я думаю, что, конечно, работы стали значительно лучше, интереснее. Я думаю, что наши молодые люди, мальчики, имеют теперь возможность как раз реализовать свои инженерные способности, новые какие-то открытия делать. Ознакомиться с итогами краевого фестиваля можно в группе «Скиллми» ВКонтакте. Андрей Фадеев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Субтитры делал DimaTorzok